Торговый центр фестиваля Они текст свой наизусть знают? Они же ведь не читают по бумажке Да, наизусть Правда? Открою тебе секрет Дикторы свой текст наизусть не знают У них есть суфлер Это такие буквочки на экране, которые бегут и помогают им читать текст А вот что вы знаете? Мне вот интересно сейчас послушать вас о работе телеведущего Кто это такой? Что он делает? Вот как вы себе эту работу представляете? Расскажите, кто первый? Вот и знаете, знаешь, давай, рассказывай Ну, они представляют какую-то информацию Ну, я считаю, что телеведущие работают с людьми в эфире Они говорят на камеру, рассказывают всякие новости Ну, еще я знаю, что им помогают суфлеры, если... Ну, если текст были Ну, и то, что у телеведущих должна быть хорошая дикция и память Вот так вот, все слышали? Да, мне кажется, Ваня исключительно прав Это, кстати, тоже наши Ванны Иди сюда, Иван, это Яна Идите, ребята Вот Как вы думаете, у них хорошая дикция? Да А сейчас мы покажем, как Ваня и Яна репетируют диксу Перед тем, как выйти в эфир Ребята, давайте В чите течет читинка Кто скажет лучше и быстрее? Чите течет читинка Чите течет читинка А теперь вы попробуйте В чите течет читинка Ваня В чите течет читинка Давай Чите течет читинка сложено. Ехал грека через реку. Кто может сказать? Давай я тебе попробую. Ехал грека через реку, сунул. Грека в реку, а? Можешь в стиле губерниево что-то сейчас изобразить? К примеру, да? У нас сегодня состоится там турнир, чемпионат мира по хоккею и команда Ермак сегодня вырвалась в финал и сыграют с какой-нибудь легендарной командой. Ты можешь про это рассказать? Пофантазировать немного и рассказать? Попробуешь? Сначала из нескольких блоков состоит твой стендап, представиться, сказать кто ты, сказать что ты ведущий в самой популярной рубрике «Я в спорте» и сегодня я веду репортаж с места событий. Ермак играет с тем, с тем. Попробуешь? Ладно, я попробую. Когда дикторы ведут новости, им помогает суфлер. Суфлер это такое зеркало, ну грубо говоря, да, с буквочками, которое нам помогает, оно стоит над камерой и мы все видим. А ведущие развлекательно-познаватели в программ, они работают без помощи, то есть наизусть запоминают слова и говорят что-то от себя. Это немного сложнее. Здравствуйте, дорогие друзья! И вы находитесь на телеканале «Актиз». И сегодня я, ведущий, телеведущий этого канала Василий Евгеньевич. И сегодня состоится наше, так сказать, мероприятие. Молодец, вот-вот в этом стиле, давай. В эфире просто такая, алло, да, все нормально. Сейчас я отвечу, мама звонит. И сегодня, дорогие друзья, мы проводим интервью со спортсменами нашей хоккейной сборной «Ермак». Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Иван Шульга. Иван Шульга, скажите, пожалуйста, как вы забили с середины поля шайбу ворота? Расскажите, пожалуйста, как у вас это получилось? А, ногой пнул и все. И совершенно случайно... Ай, мне без разницы, клюшка, это мы ногой... С вами был Василий Евгеньевич. У нас был острый репортаж, очень острый. Всем спасибо, пока. Меня зовут Шишкина Марина, а можно назвать меня просто Шишечка. Так, сегодня у нас будет такая очень интересная программа. Это «Орел и решка» по ангарску. И нам, у нас, наш лимит это 100 рублей. Итак, начнем с первого. Где же очень хорошо покушать и недорого? Во-первых, можно купить шаурму за 50 рублей, маленькую сырную. Потом, как можно собрать деньги и переночевать где-то? Надо согнуть ноги, сесть на пол и накрыть ноги тканью порванной. На 100 рублей можно очень экономно и здорово прожить в ангарске. С вами была программа «Орел и решка» с шишечкой. Опасность! Всем привет! С вами программа «Я это видел» и с вами «Иванушка опасность». И сегодня я вам расскажу про фильм «Лед». Это очень интересный фильм, и он мне очень хорошо запомнился тем, что никогда нельзя сдаваться. В этом фильме про девочку, у которой умерла мама, но она все равно пошла на фигурное катание и научилась этому. У нее были многочисленные травмы, но она все равно встала на лед и продолжила заниматься этим. Я вам рекомендую этот фильм посмотреть, вы там прольете очень много слез. Это точно. С вами была «Иванушка опасность». Всем пока! Всем здравствуйте! Это программа о премьерах в фильмах. Меня зовут Денис Задонов, и сегодня я расскажу про новый фильм «Мстители. Финал». После того, как наши любимые супергерои впервые проигрывают и теряют половину галактики, они обязаны отомстить или даже может вернуть своих друзей и близких, и также других людей. Итак, приходите 29 апреля. Жду вас в кинотеатрах. Будет обязательно интересно. Всем привет! Меня зовут Иван, и я ведущий «Метео новостей». Сегодня в городе Иркутске переменная облачность с небольшим дождем. Возможен мокрый снег. Температура плюс 4. Перенесемся в Ангарск. В Ангарске плюс 4 с переменной облачностью. Может пойти дождь. Перенесемся в Иркут. В Иркуте сегодня минус 8, и это холодно.